Ну вот, мне кажется, на перспективу эту неделю, если не исторической можно для Украины называть, то очень знаковой, да, очень весомой. Знаковой и значимой. Значимой, да. И насколько она значимой была для Украины, настолько она была унизительной для Путина. Ну согласитесь со мной. Через унижение он просто пережил на этой неделе. И как и в России, так и со стороны украинских партнеров, иногда и со стороны тех стран, которых он считает. Наивно, своими партнерами. Давайте по очереди разбираться со всем. Конечно же, для Украины самое знаковое событие, историческое, это открытие переговоров о членстве в Евросоюзе. Но здесь вот символически так совпало, что об этом в Евросоюзе проголосовали, объявили всего через несколько часов, после того, как Путин крякал на своей пресс-конференции о том, как Запад устал от Украины, как от нее отворачивается. Ну, через несколько часов повестка была перебита, уже его пресс-конференции никто не вспоминал даже. Да, я так думаю, что, кстати, он намечал свою пресс-конференцию специально на 14 декабря, чтобы отвлечь внимание от заседания в Брюсселе саммита Европейского Союза, на котором должны были приниматься очень важные решения. Кстати, мало кто ждал, что решение по началу переговоров по Украине и по Молдове начнется, и что Грузию объявят кандидатом на включение в ЕС. Все, в общем, в основном занимались повесткой, конечно, выделения нового пакета 50-миллиардного на следующий год. И вокруг этого была интрига, и вдруг бабахнуло там, где никто не ожидал, причем бабахнуло очень красиво, потому что, я с вами согласен, это буквально через несколько часов после путинской пресс-конференции. Все уже успели по ней проехаться, и вдруг она, кстати, стала таким медийным событием, она всегда становится. Это, к сожалению, формат такой, что когда какой-нибудь большой диктатор чего-нибудь говорит, это все-таки становится мировым событием, в этом смысле мы отдадим ему должное. Но продержался он недолго, потому что, как только, я с вами согласен, объявили решение в Брюсселе, его конференцию забыли немедленно, и все шапки пошли уже про ЕС, про Европейский Союз, и про то, как это принималось, и про кофе Орбана, и кто его выводил, и кто выводил его курить, и как получилось. Там интрига была, конечно, совершенно классная, там почти объективный роман, можно было писать, сериал какой-нибудь снимать, как, значит, Шойт заводил Орбана попить кофе, а в это время за его спиной Орбана принимал решение. Это, кстати, вещь, которую, откровенно говоря, я вот думал, как можно обойти, и не нашел, для себя не нашел, потому что я не до конца знаю все механизмы европейские. Ну, это надо жить в Брюсселе, это надо работать в лоббистских фирмах, это надо там постоянно общаться с евродепутатами, с еврокомиссией. Там у них свои заморочки, это очень сложная, серьезная система, которая, кстати, отличается, например, французской, потому что в Брюсселе точно так же, как в Соединенных Штатах Америки, разрешено официально быть лоббистом. То есть там есть фирмы, которые регистрируются как лоббистские фирмы по геополитике и политике, которые потом встречаются с депутатами, встречаются с руководством Еврокомиссии, встречаются с еврокомиссарами, встречаются с аппаратом, который там находится в Брюсселе, потому что парламент, кстати, сидит в Страсбурге, но временами он сессии свои проводит и в Брюсселе. И поэтому, конечно, там надо быть большим очень специалистом, это очень серьезный отдельный разговор про Еврокомиссию. Я всех-всех в том числе не знал, и это было просто классно. Потому что я, откровенно говоря, склонялся к тому, что оба просто рано или поздно скажут, слушай, ну если тебе так не нравится быть в ЕС, если они согласны с нашей политикой, а самое главное даже не с политикой, а с нашими идеалами, с нашими ценностями, потому что ЕС это не просто про политику, ЕС это про ценности. Вот британцы вот не согласны были, но вот они вышли. И я думаю, что Орбану рано или поздно скажут, слушай, ну давай, значит, если тебе не нравится, давай выходи в чертовой бабушке. Надоело нам твои выкрутасы, надоело нам, как ты из нас тянешь такие въешь веревки. А Венгрия загнется без ЕС, потому что Венгрия маленькая страна. У Венгрии нет ничего того, что нельзя было купить в другой стране. Венгрия хозяйственная страна, которую совершенно спокойно можно обойти, потому что французы даже будут точно рады, потому что их гусиная печенка постоянно является конкурентным по французскому флаграмму. Хотя французы, когда говорят про венгерскую гусиную печенку, они просто стоят на дыбы, они говорят, нет, но вы сравниваете. Это как если сравнить настоящее французское шампанское с советским шампанским, с турагатом, который просто закачивает углекислый газ. Российское вино, особенно советское шампанское, оно вообще не имело никакого отношения к шампанскому. На строке, говорится, там была отдельная технология. И вы знаете, я это понял только тогда, когда оказался во Франции. Потому что во Франции французы мне пояснили, что чем лучше шампанское, тем меньше пузырьки у литинского газа. А вы помните советское шампанское, где пузырьки были, можно было надувать шары этими пузырьками. Так что, конечно, Венгрия не проживет без Европейского Союза. Ее, кстати, на нее давят прежде всего сейчас материально. Потому что ей сказали, что пока она не проголосует этот пакет Украины, ей просто не будут выделяться те дотации, 30 миллиардов, которые ей там полагаются условно из бюджета Елен. Она, значит, Орбан водит носом. Ну и к тому же, мне кажется, что рано или поздно венгерские не россияне, они рано или поздно проснутся и скажут, ну что, это же, так сказать, мы пытаемся, Орбан пытается сделать другом, руководителем страны, которая пытается восстановить Савок. Тот самый Савок, который в 56-м году утопил в крови венгерское восстание. И, значит, соответственно, заставил нас еще лишние, там, 20-25 лет находиться в фарватере российской, советской политики. Вот я так думаю, что Орбана рано или поздно утопит. Вот он плохо кончит, но хотелось бы, чтобы он быстрее плохо кончил. Ну, видимо, это понимают в Европейском Союзе, что Орбан, конечно, не вечный. А сейчас, выгнав из Евросоюза Венгрию, это только кинуть ее в объятия окончательного Путина и Си Цзиньпина. Да и бог с ним. Вот, вы знаете, да и бог с ним. Ну и кинется. Пусть ее кинем. Вот ее надо кинуть в объятие Путина. И чтобы этот самый Орбан... Возможно, так как и Орбан. Как живет Белоруссия, как живет Белоруссия Лукашенко, чтобы он понял вообще, что такое объятие Путина. Вот когда он поймет такое объятие Путина, тогда он придет на коленях, будет сплатить, верните меня обратно. А ему сказать, что не вернем обратно. Хотел жить с Путиным, вот и живем с Путиным. Вы оценили игру Шольца, который отправил Орбана за кофе во время этого исторического голосования. Вот по заявлениям евродепутатов сейчас складывается такое впечатление, что 50 миллиардов евро, которые зависли тоже из-за Орбана, помощи Евросоюза Украине, они в январе тоже будут, скорее всего, проголосованы приблизительно по такой же схеме. Как Путин реагирует, как вы думаете, на провал агента Орбана? Ну, я думаю, что он, конечно, лезет на стенку, он не будет показывать это специально, да. Там не только Путин, там еще и Нарышкин, наверное, потому что в Орбана, конечно же, курирует СВС. Хотя такого агента влияния обычно напрямую ведет сам руководитель государства. То есть его куратором от ФСБ является Путин лично. Вот, и Путин, конечно, будет недоволен, очень жестко будет недоволен. Вот, и дальше, может быть, начнет менять Орбан. Вот, там еще какая-нибудь интрига, может быть, и внутри у Путина возникнет. Кто-нибудь, кого-нибудь сорванет новичком, а нам, конечно, приятнее запасить попкорном, смотрим и ждем. Я тоже, так же, как и вы, в общем, оптимист в этом смысле, потому что я понимаю, что это все равно проголосовано будет, потому что консенсус есть, и Орбан всех достал в этом смысле. Путин достал всех внутри Российской Федерации и очень многих на внешних рынках. А Орбан, конечно, всех достал в Западной Европе, это безусловно. А давайте уже, чтобы потом об Орбане еще немного поговорим, потом вернемся к основной теме разговора. Как вы считаете, Орбан действительно агент? Вы в этом точно уверены? Возможно, он полезный идиот, который мечтает о расширении и венгерской, о возобновлении мощи, величия бывшего венгерской империи. Помните, украинские спецслужбы сообщали же, что Венгрия знала о полномасштабном нападении Путина, и у нее даже были свои планы по аннексии части Украины? Нет, он, конечно, не агент в классическом смысле этого слова. То есть с ним нет никакого договора, такого подписанного кровью с дьяволом, что я такой-то, такой-то, обязую вести секретное сотрудничество с органами госбезопасности Советского Союза. Он антисоветчик, кстати, и в этом смысле я не понимаю абсолютно Орбана, потому что если он антисоветчик, то почему он решается с абсолютным ставком Путина? Вот, но он, конечно, не агент в классическом понимании, он в классическом понимании агент влияния, а агента влияния не вербуют. Агент влияния – это человек, который занимает слишком высокую должность для того, чтобы с ним заключать формальное соглашение в пользу разведки, шпионского ведомства иностранного государства. Нет, у него просто такие вот убеждения, и это, кстати, не только вот он, я так думаю, что и Трамп, кстати, такой же, и вот Марина Люпен такая же, то есть они просто убеждены, что вот так им будет лучше. Вот, там есть люди, которых вербуют, там есть люди, которых просто покупают. Их не то, что вербуют, то есть с ними там бумажки не подписывают, но их покупают, потому что вот кому-то предлагают, допустим, там поездки, кому-то сделать конференцию платную, в МГИМО, например, там провести. И вот Марина Люпен очень любила ездить в МГИМО, читать лекции для студентов. Вот, так что их есть. Кому-то вот предложат еще какое-нибудь там помощиствование для ее партии, для его партии. Вот, то есть это не напрямую. И плюс, возможно, компромат, потому что, в общем, Параорбана говорит, что он просто коррумпирован, то есть его коррумпировали, потому что, безусловно, в Венгрию вложены какие-то секретные деньги российских олигархов. А это, конечно, копилку экономической страны. От этого страна не теряет, а наоборот приобретает. Вот, и, безусловно, я с вами согласен, что у венгров тоже есть, так сказать, такая имперская, имперская болезненная точка. Тогда, когда была Автовенгерская империя, венгры чувствовали себя королями. Они, конечно, считали себя, кстати, гораздо выше, чем австрийцы. Но это даже по историческим фильмам видно. Помните, был такой фильм про императриста Сити, который, на самом деле, считался австрийский император. Он принадлежал к высшей знати и венгерской тоже. Но у них были проблемы, потому что венгрыщи себя считали такими высокими, очень благородными, очень аристократическими. И, кстати, вот у императора мужа, это самый Сити, у него не так просто складывались отношения с венгами, когда он пришел к власти в соответствующее время. Так что, в общем, у инвесторов есть, конечно, такой запрос. Может быть, знаете, вы знаете, это может быть даже и культурная вещь, это просто, потому что венгерский язык самый сложный, кстати, язык европейский. А это накладывает отпечаток, когда у вас такой сложный язык. Они, по-моему, даже немножко заумные просто люди. И у них, конечно, претензии большие есть. Вот я помню даже в МГИМО у нас были несколько студентов венгерских. Ну, к ним так вот на хромой овце не подъедешь. Редактор субтитров А.Семкин